приветствую вас дорогие друзья не забудьте подписаться на канал поставить лайк и нажать колокольчик а мы начинаем примадонна уже давно прячет голову под чужими волосами но мало кто знает как появился ее легендарный образ рыжей фурии в широком балахоне о том что алла пугачева уже не одно десятилетие носят парик было известно давно именно поэтому у нее то прямые то вьющиеся волосы а недавно на концерте она взяла и просто сняла с затылка пышный шиньон вмиг лишившись объемной прически друзья артистки не стесняясь прямо говорят что свои волосы у артистки довольно редкие и плохие в передаче сегодня вечером на первом канале актер роман карцев на разогреве у которого в начале семидесятых начинала будущее примадонна взял и подчеркнул когда мы познакомились салой она была естественная тогда волосы рыжие настоящие но мало кто знает что красивый цвет волос с которым мы привыкли видеть артистку у нее появился в результате нелепого стечения обстоятельств вот что рассказала модельер любовь аксёнова которая шила пугачевой один из первых ее балахонов для выступления на песенном конкурсе в сопоте приезжаю с готовым платьем пугачевой сидит моя алла в халате с челмой на голове стефанович на кухне там разбирается и он говорит у аллы проблемы и так я говорю давай покажи а она мне сначала ты я платье развернула вдруг алла челму снимает и вот такая анджела девиз передо мной я обомлела а она обрадовалась смеется я спасена так густая рыжая шевелюра стала фирменным знаком аллы пугачевой и даже в 70 лет примадонна кажется выглядит моложе всех молодых это я для своих детишек пояснила певица которая не хочет чтобы лиза и гарри воспринимали ее как бабушку вот и молодиться правда однажды она таки решилась на радикальные меры я один раз покрасила волосы это было лет в 17 с улыбкой вспомнила артистка когда они отрасли был настоящий кошмар черная челка и рыжий затылок с тех пор певица экспериментирует с внешностью исключительно с помощью париков и шиньонов спасибо за просмотр ставьте лайк и подписывайтесь до встречи